Доброе утро! Как вы считаете, мечтать – это хорошо? Вы сами любите мечтать? Я не очень. Мне просто некогда мечтать. Живая жизнь намного интереснее любых фантазий. Рассказать вам сегодня, куда могут привести мечты. Давно это было? Много-много лет назад. Была у меня клиентка, которая несколько лет не выходила из дома, потому что боялась окружающего мира и боялась, что с ней что-то там может случиться. При этом она была взрослой, замужней женщиной, у нее были дети. И однажды она решилась и рассказала мне, как началась ее болезнь. Она всегда с детства любила жить в мечтах. Ее мечты всегда казались ей интереснее жизни. Она выучилась, вышла замуж, родила детей, но вся ее реальная жизнь никогда не шла ни в какое сравнение с виртуальной жизнью. Например, она могла стоять, мыть посуду на кухне, но в это время на самом деле она в своих фантазиях была женой главы нью-йоркской мафии. Они с мужем на частном самолете прилетают в Пермь, на дорогих машинах подъезжают к дому, она выходит в дорогих мехах с охраной, соседки, открыв рот, смотрят на нее, а в это время в реальной жизни сынишка теребит ее за ногу, мама, мама, помоги задачку решить. И она просто могла наорать на него из-за того, что он отвлекает ее от самого интересного. А потом ей было всегда так стыдно, и мы с ней долго возвращались к реальной жизни. Она запретила себе мечтать и заново полюбила своего мужа, с которым жила, а на самом деле не жила много лет. Впервые увидела своих детей, соседей, устроилась работать. И вы не поверите, после того, как много лет не могла выйти из дома в правоохранительные органы, и жизнь ее стала разнообразной, увлекательной и, что самое главное, живой. Как сказал знаменитый писатель Куртова Нигуд, нельзя стоять одной ногой в действительности, а другой в мечтах, иначе для судьбы будет слишком велик соблазн разорвать вас пополам, прежде чем вы решите, какой путь вам выбрать. Если вы все еще живете в мечтах, возвращайтесь скорее в жизнь. Она живая, она настоящая. С добрым утром! Субтитры подогнал «Симон»!